Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Панау Сембекова. Сургоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Нерешимых вопросов не бывает. Министр торговли и интеграции ответил на все волнующие вопросы представителей бизнес-сообщества области. Не только конфеты. Дед Мороз детям имбекшеказахского района раздает еще и памятки по противопожарной безопасности. Спасибо! Автоволонтеры сэкономили 3 миллиона тенге людей с инвалидностью. Министр торговли и интеграции Бахат Султанов в рамках рабочего визита в Алматинскую область провел встречу с представителями бизнес-сообщества общественных объединений по защите прав потребителей и субъектами аккредитации. Предприниматели и общественники озвучили министру наболевшие проблемы и свои инициативы по их разрешению. Подробнее далее. По итогам года экономический потенциал Алматинской области демонстрирует рост. Этому поспособствовали многие факторы, одни из которых поддержка частного сектора. Самый главный показатель, которым мы гордимся, считаем, что это наш общий труд, то, что в общем объеме ВРП, а у нас для аграрной области он немаленький, вот 3 триллиона, почти 400 миллиардов тенге. Доля именно субъектов малого и среднего бизнеса составляет 34% уже на сегодняшний день, когда задача поставлена до 2025 года, довести его до 35. Это вот работа именно наших бизнесменов. Министерство торговли и интеграции сформировалось полтора года назад. За этот период было решено немало важных вопрос предпринимателей. Сделаны соответствующие рекомендации. Внесены изменения в закон о защите прав потребителей. По словам министра, важный аспект развитой экономики – конкурентоспособность. С созданием министерства, я считаю, что это своевременное было принятое решение руководством страны, когда в одни руки сконцентрировали вопросы экспортоориентированности нашей продукции, создание основ для того, чтобы эта экспортоориентированность была конкурентоспособной. Для этого у нас в системе как раз система технического регулирования передали систему защиты прав потребителей. Встреча с министром торговли и интеграции прошла в формате «Вопрос-ответ». Актуальные вопросы задали представители организаций, отстаивающие права житсусских предпринимателей. Названы различные барьеры при развитии бизнес-инициатив. Участники встречи отметили, что наиболее актуальными являются сертификация и стандартизация товарной лаборатории. Согласно законодательству обеспечения единства измерения, средства измерения подлежат обязательной поверке или калибровке. Наша лаборатория проводит калибровку согласно международному стандарту ИСО 17.025. При этом отпадает необходимость проводить поверку, которую требует департамент КТРМ. Поскольку калибровка является более точной процедурой, обеспечивающей прослеживаемость и достоверность измерений, в связи с чем прошу вас исключить поверку для аккредитованных лабораторий. Поэтому КТРМ я поручаю отработать, чтобы посмотреть изменения технологий и нагрузку через требования по поверке и калибровке не перегружать. На встрече также был затронут вопрос финансирования общественных объединений потребителей. По этому поводу министр сообщил, что ответственным специалистам даны рекомендации по проработке данного вопроса. Бахат Султанов отметил, что каждый вопрос не останется без внимания. Поднятые вопросы будут учтены Министерством при принятии последующих решений. Мы должны создать равные условия для того, чтобы только качественная продукция могла появляться на нашем рынке, как со стороны импорта, так и со стороны наших производителей. А со стороны системы защиты прав потребителей мы должны создать уровень, такой уровень культуры потребления, который бы создавал дополнительные требования по качеству и безопасности продукции. Поэтому ряд законодательных инициатив был уже реализован. Летом подписан главой государства соответствующий закон по поправкам в систему защиты прав потребителей. И буквально в четверг на этой неделе, на прошлой неделе мы защитили в Сенате законопроект, в новой редакции по техническому регулированию. Вот эти вопросы по уже имплементации, какие еще дополнительные меры необходимо нам принять совместно, как государству, так и бизнес-сообществу и общественному объединению потребителей, мы обсуждаем в своих региональных поездках. Следующий визит министр торговли и интеграции планирует после Нового года. Он посетит экономически важные точки в Панфиловском районе. Там будут рассмотрены проблемы транзитных грузовиков на границе. Руслан Нурмуханбетов, Жасулан Шингендже, телеканал ЖИТСУ. Новые вершины. Три миллиона аккумуляторов в год планируют выпустить на заводе Кайнар АКБ в следующем году. Это новый рекорд предприятия. Уже в этом году они улучшили свои показатели на 100 тысяч единиц продукции. Однако останавливаться на достигнутом они не намерены. С деятельностью завода и его экспортными возможностями ознакомился министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов. Кайнар АКБ – крупнейший производитель аккумуляторов в стране. Предприятие входит в топ-3 заводов по СНГ. Ежегодно в его стенах производится более 2,5 миллионов аккумуляторов. На предприятии трудятся более 1200 человек. Средняя заработная плата – 250 тысяч тенге. Около миллиона аккумуляторов поставляется на казахстанский рынок. Остальная часть отправляется с зарубежным потребителем. В их числе Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Италия и Польша. В следующем году с учетом роста продукции мы намерены выйти на новые рынки. Поделился с министром торговли и интеграции Куаныш Ажмаганбетов. Мы в этом году делаем 2,600. У нас уже мощностей не хватает. И мы сейчас закупаем новое оборудование, чтобы в следующем году уйти на 3 миллиона. И это вообще реально. Мы поставили в октябре месяце рекорд. То есть в истории завода никогда не делали 341 тысячу аккумуляторов. Ну 341 тысячу, даже 300 тысяч, если умножить на 12, получится 3 миллиона 600. Мы планируем сделать 3 миллиона. Это минимум. Дальше будет, больше будет. Это все наше. Следующим объектом посещения стал один из супермаркетов крупнейшей торгово-родничной сети Казахстана Magnum Cash & Berry. Сети принадлежит 90 торговых комплексов в 9 городах Казахстана. Министр торговли и интеграции лично прошелся по всем рядам. И убедился в обилии товаров. Продукты на любой цвет и вкус. Каждый покупатель найдет для себя что-то интересное. Подметил Баха Султанов. Министр высоко оценил проделываемую работу в области торговли. И отметил, что ставят Алматинскую область в пример другим регионам страны. Дамир Анитов, Ержан Гисен, Телеканал ЖИЦУ. Священный долг радовать детей в канун Нового года взяли на себя спасатели Микшиказахского района. Брандмейстеры примерили роль Деда Мороза и Снегурочки. Главные сказочные персонажи новогодних торжеств рассказали юным детишкам и их родителям о правилах пожарной безопасности в предстоящие каникулы и зимние праздники. Еще маленькая, но уже смышленная Маляка, едва завидев Айазату, сразу же выбежала из дома. Девочка не растерялась и захватила с собой младших, братишку и сестренку. Они знают, у Деда Мороза в мешке всегда полно разных сладостей. Вся загвоздка в том, что спасатели планировали зайти в другой дом. Но объятия маленькой девочки не смогли оставить их равнодушными. Отказать милому ребенку в подарке спасатели просто не посмели. Правда, не за даром. Девочка рассказала новогодний стих. В каждом доме дети читали им стишки, пели песни, словом демонстрировали все свои таланты. В подарочном мешке Деда Мороза оказались сладости и мягкие игрушки. Кстати, помимо новогодних подарков в виде кулька, добрые зимние волшебники вручили юным детишкам памятки на противопожарную тематику. На сегодняшний день на территории Межказахского района имеется 50 тысяч дворов, 109 многоэтажных домов с населением более 350 тысяч человек. Сотрудниками отдела ЧАЭС и пожарными подразделениями обошли уже более 70% жилого сектора. Данные цифры мы продолжаем работать. К концу отопительного сезона мы должны закончить все это. На данный момент на территории Межказахского района зарегистрировано более 144 официальных пожаров, что аналогично с 2019 годом на два случая меньше. Отметим, всего в преддверии праздника подарки получили больше 50 семей. Это дети из социально уязвимых слоев населения. По словам спасателей, акция продолжится вплоть до нового года. Дамира Нитов, Ержан Дюсен, Телеканал ЖИЦУ. Срок обмена банкнот образца 2006 года номиналом в 2, 5 и 10 тысяч тенге продлен до 1 февраля 2021 года, сообщает Национальный банк. Связано это с обращением жителей, не успевших обменять купюры. По истечению указанного срока обмен будет невозможен. Сдать старые купюры и получить новые можно только в кассах филиала Национального банка. По адресу город Талткурган, улица Тулебаева, 58, дробь 64. Обмен банкнот номиналами 2, 5 тысяч и 10 тысяч тенге образца 2006 года длился в течение 4 лет. С 4 октября 2016 года по 5 октября 2020 года. Продление обмена купюр связано с тем, что население, в частности пожилые люди, люди обращаются с просьбой, которые по тем или иным причинам не успели вовремя обменять. За дополнительной информацией можно обратиться в контакт-центр Национального банка по номеру 1477. Безопасность на воде нужно соблюдать не только летом. Спасатели Ильисского района проводят рейды по замерзшим водоемам. Во избежание чрезвычайных ситуаций любителям зимней рыбалки напомнили, что на многих водоемах еще сохраняется тонкий лед. Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Ильисского района предупреждают об опасности. В ходе рейда спасатели провели профилактические беседы с гражданами и раздали специальные листовки. Спасатели просят помнить о неоднородной структуре льда и избегать участков с промоенными и вмерзшими кустами водорослей. Также нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Несмотря на опасность, количество рыбаков перед праздниками только увеличивается. В свою очередь любители рыбалки пообещали соблюдать меры безопасности и следить за изменениями погоды. Также спасатели предупреждают об опасности бытовых пожаров и отравлению угарным газом. На этот раз сотрудники ЧС обошли частные дома в селе Утигембаттер. Спасатели напомнили гражданам об элементарных правилах безопасности, основных причинах возгорания пожара и проверили отопительное оборудование. В случае их неисправности владельцам даются рекомендации по устранению недочетов. На данный момент у нас сейчас пройдено 18 234 дома частных жилых домов и 1009 социально уязвимых слоев населения. Несмотря на профилактические мероприятия, жители не соблюдают правила пожарной безопасности. Вовремя не очищают дымоходы, не замазывают трещин печек. И тем самым они получают отравление угарного газа. В этой связи просим соблюдать правила пожарной безопасности жителей Ильичского района. Специалисты напоминают, что ответственность за состояние и использование отопительных устройств лежит на самих владельцах. Важно соблюдать правила безопасности и своевременно их обслуживать. В Казахстане может ухудшиться эпидемиологическая ситуация из-за несоблюдения санитарных требований. Несмотря на запреты, люди продолжают посещать и проводить массовые мероприятия. О негативных последствиях такой беспечности на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов. На данный момент Казахстан попал из низкой в среднюю зону риска. В стране целый ряд регионов находится в красной зоне. Ежедневно количество зараженных растет. И все потому, что уверены в Минздраве граждане не соблюдают карантинные требования. Ежедневно поступают сигналы о нарушении карантинных мер. Шоранов призвал встретить Новый год в семейном кругу без приглашения родственников, друзей и знакомых. Также в ходе брифинга было отмечено, что на сегодняшний день проведено более 5 миллионов исследований. Ежедневно лабораториями проводятся до 40 тысяч тестов. Призываю вас всех соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, а именно не посещать места массового скопления населения, не проводить и не посещать коллективные мероприятия, утренники и корпоративы, не допускать переохлаждения организма, не подвергать опасности родных и близких из групп риска для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи. Новый год, безусловно, это семейный праздник, и я призываю вас встретить его в кругу близких людей, с кем совместно проживаете без приглашения родственников, друзей и знакомых. Казахстанские хатика замечен жителями в Уральске. Небольшая черная собака каждый день выходит на дорогу и ждет своего хозяина. По словам местных жителей, верный пес никого к себе не подпускает и скрывается в лесу. Вдоль дороги его можно заметить каждый день с утра и до вечернего времени. Очевидцы утверждают, что собака особенно реагирует на черные крупногабаритные автомобили. Добрые люди даже соорудили для лучшего друга человека будку вдоль дороги, с надписью, в которой просят не обижать собаку и не портить ее жилье. Однако недавно будку сбросили на обочину и повредили. Аварийный жилой комплекс отремонтирован в Нур-Султане. Проблемным он признан еще 10 лет назад. Шители комплекса признаются, что в сильный ветер балконы буквально отходили от стен, и они уже не надеялись на исправление ситуации. Сейчас опасный фасад заменен. Несущие конструкции усилены, а витражи балконов обновлены. Пожар произошел в бизнес-центре по улице Тулеби в Алматы. Видео, на котором слышны крики женщины, распространилось в социальных сетях. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города прокомментировали ситуацию. По сообщениям, пожар произошел в Алмалинском районе города. Распространение огня удалось избежать. Возгорание на площади в 30 квадратных метров удалось ликвидировать за 15 минут. Жертв и пострадавших нет. ЖТСУ «Край книгоманов». В областном центре подведены итоги конкурса среди книголюбов Алматинской области, в котором приняли участие свыше 300 человек из самых разных слоев населения. Мероприятие, приуроченное 1150-летию Абу-Насыр Аль-Фараби и 175-летию Великого Абая, из-за пандемии прошло в режиме онлайн. По задумке организаторов, участники должны были прочитать произведения казахских классиков, в том числе и одну мотивационную книгу. Стоит отметить и особенность состязания. Это свобода выбора удобного для участников языка для защиты своих работ. Второй этап для конкурсантов, прошедших отбор, завершился онлайн-тестированием по прочитанным материалам. По итогам конкурса определилась сильнейшая десятка участников. На торжественном награждении победителям вручили благодарственные письма и ценные подарки от Управления по развитию языков Алматинской области. О конкурсе я узнала из соцсетей и сразу же приняла решение участвовать в нём. За 10 дней я прочитала три книги, а это по 1440 страниц каждая. В день я прочитывала минимум 160 страниц. После написала по ним эссе, а также прошла и онлайн-тестирование. После прочтения этих книг я ощущаю себя духовно богатым человеком, поэтому считаю, что подобные конкурсы будут мотивировать нас, молодёжь, не только к изучению казахской классической литературы, но и способствовать духовному развитию. Время дарить подарки. 2000 детей из малообеспеченных и многодетных семей получили подарки на Новый год от Аязата и Ахшахар. Сказочные персонажи за один день посетили более 700 домов в Алматинской области. Настоящий праздник подарили детям сотрудники Управления по вопросам молодёжной политики совместно с Агентством по делам Государственной службы. Сегодня они осчастливили около 2000 детей. Каждый из них получил по подарку из рук самых желанных сказочных персонажей. Привезли им продуктовые наборы, а детям те подарки, которые они Деду Морозу в письмах указывали по их желанию, что они хотели. Подарили им новогодние кульки. И создали детям и данным семьям новогоднее праздничное настроение. Я бы хотела призвать всех государственных служащих поддержать эту акцию по возможности делать вот такие вот хорошие дела. Сделали добро и подарили праздничное настроение не только мальчишкам и девчонкам, а также их родителям. Продуктовые наборы пришлись весьма кстати к новогоднему столу. Среди них мать четверых детей, один из которых с инвалидностью. Хочу сказать большое спасибо за оказанную помощь и подарки для моих детей. Главное, что им уделили внимание, они очень рады. У меня четверо детей, один страдает ДЦП. Также хочу сказать, что нам всегда помогают и поддерживают. Спасибо волонтёрам за их неравнодушие. И действительно стоит отметить неравнодушие волонтёров, предпринимателей, меценатов и просто неравнодушных граждан нашего региона. На протяжении всего года они поддерживали и помогали социально уязвимым слоям населения. И в этот раз они еще раз доказали, что строгий карантин не помеха для добрых дел. Алексей Цой, Айдос Калиев, Телеканал ЖТСУ. Три миллиона тенге за три года сохранили толкурганские автоволонтёры для жителей города с инвалидностью. Водители безвозмездно доставляли их на своем транспорте в нужные им места. Группа автоволонтёров создана в 2017 году. На сегодняшний день ими выполнено свыше 7 тысяч заявок. Достижения отметили церемонии награждения, на которые от лица общественного объединения АСАР вручены подарки. Руководитель объединения Ельдос Ваял Шпаев лично выразил благодарность стремящимся делать добрые дела и пожелал успехов. В общей сложности в толкургане благотворительностью заняты 200 автоволонтёров, оказывающих помощь от всей души. У нас нет никакого финансирования. Всю церемонию мы организовали самостоятельно. У нас работают два диспетчера, которые и координируют работу водителей. Через группы в WhatsApp мы передаем поступающие к нам заявки водителям. Крупный пожар вспыхнул в ночь на воскресенье в лагере сирийских беженцев в районе Минья на севере Ливана. Точное число пострадавших, госпитализированных с ранениями и ожогами неизвестно. В лагере проживали 75 семей. По данным свидетелей, пожар возник в результате ссоры между сирийскими рабочими из числа беженцев и ливанскими работодателями из местного клана Альмир. Сирийцы возмущались невыплатой причитающихся им денег, а члены клана подожгли их палатки и жилища из пластика и фанеры. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, лагерь выгорел почти дотла. Его обитатели направлены во временные центры по приему перемещенных лиц в Триполи, Аккаре и Дынье. В Великобритании во время пандемии коронавируса резко участились случаи похищения собак. В этом году они выросли на 250% и побили все предыдущие рекорды. Во время карантина многие люди оказались в одиночестве и, чтобы как-то скрасить унылые будни, решили завести себе милых четвероногих друзей. Поэтому в последние месяцы спрос на собак взлетел вместе с ценами на них. На некоторые редкие и популярные породы в четыре раза сложившейся конъюнктурой поспешили воспользоваться злоумышленники. У некоторых владельцев домашних питомцев похищали неоднократно. Пандемия коронавируса крайне негативно повлияла на индустрию гостеприимства в Италии, сильно ударив по таким популярным среди туристов городам, как Флоренция. Многие рестораны и бары пытаются выжить как могут. Удивительно, но порой в этом им помогают многовековые традиции. Одна из них – винные окна. Если в стене есть такое отверстие, соблюдать ограничения, связанные с COVID-19, проще. Клиентам не нужно заходить внутрь. Через такие отверстия вино продают прямо на улице без посредников. Такие окна стали появляться во Флоренции во второй половине XVI века. Они использовались для продажи продуктов и были очень полезны для социального дистанцирования во время эпидемии чумы. Сегодня они помогают ресторанам и барам в историческом центре города оставаться на плаву в эпоху COVID-19. Девять спортсменов, восемь кубков. В Толгарском районе завершился турнир за Кубок Казахстана по биатлону среди мужчин и женщин, взрослых и юниоров. Так, по итогам соревнования Асет Дюйсенов занял три третьих места в разных дисциплинах. Среди женщин отличилась Надежда Пивоварова, завоевав два первых места в дисциплине «Мастарт» и в индивидуальной гонке на 12,5 километров. А также третье место в «Микс эстафете». Таким образом, биатлонисты области завоевали три третье места в смешанной эстафете. В состав команды вошли Иван Ручев, Куанды Кержанат, Яна Чупик и Милана Гениева. Последняя, в свою очередь, выступала также среди юниоров. Она заняла два третьих места в дисциплине «Индивидуальная гонка» и «Гонка-преследование». Теперь обладатели кубков будут готовиться к отборочному турниру на Чемпионат мира, Азиаду и Универсиаду. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин